Пробки, конечно, в Москве ужасные, но раздражаться и нервы себе портить из-за этого просто незачем. Это данность, с которой ты ничего-то не сделаешь. Вот делают дороги, делают развязки. Это хорошо, это правда хорошо, но ему-то не очень помогает. Ну, не помогает. Все равно пробки огромные, иногда 9 баллов, и встанешь, и все. Ну, это данность как таковая. Ну, если раздражаться, надо тогда продавать машины, ездить на метро. Хотя там тоже безумные пробки, и это тоже. Иногда просто не влезть в... Ну, абсолютно. Вчера он, я на смену 2 часа ехал, пробки безумные. Ну, это... Ну, а что делать? Вот что делать? Ничего. Опять же, вот только... Опять же, вот здесь так возникает, все умные же, и начинают говорить, если б я был бы, там, Собяниным, грубо говоря, я бы там... Да, конечно. Ну, вот все знают, конечно, на... В кухне можно об этом поговорить, а потом... Ну, да, все умные, все понимают. Но не знаю. Я не раздражаюсь, я стараюсь не раздражаться. Да, конечно, меня раздражают, когда меня подрезают какие-нибудь непонятные люди. Конечно, я начинаю тоже, ну, хвост распускать, но стараюсь этого не делать, потому что это глупо, это бред, и зачем пробки, особенно когда-то на дороге, особенно когда мне ребенок сзади едет со мной, зачем мне раздражаться? Я спокойно доеду, и все. Ну, а пробки это данность, к сожалению, это так. Или надо учить маршруты Москвы, чтобы объезжать их, вот самому. Потому что и навигатор иногда просто тоже вообще приводит не туда.